здравствуйте ритейл экспедиция продолжает свое движение по городам российской федерации мы смотрим разные магазины и да сегодня мы сам берем вместе с мариной афанасьевым директором формата гипермаркет самбери посмотрим самый крупный гипермаркет сети знаете нестандартный для нас старт обычно мы находимся на входе в магазин но сегодня из-за кулиси оттуда откуда вот непосредственно идет управление всеми процессами сколько марина добрый день добрый сколько человек сейчас работает в этом магазине в этом магазине 350 человек общий штат площадь магазина 6 900 торговая вот и 30 процентов штата это сотрудники производства собственного производства да но там больше здесь действительно большое производство магазина уже 10 лет до магазина будет 10 лет 27 декабря мы идем то есть этот магазин не не претерпевал реновации мы будем смотреть таким какой он был создан 10 лет назад но я уже подсмотрела магазин совершенно современный со всеми технологиями и отдельная радость возможность подглядеть вот как у вас за кулисой устроена потому что на самом деле мы все время чаще ну чаще всего картинку то видим какую уже в магазине марин вы вот мы на самом деле начали из того что в руках у марины был кодекс кодекс корпоративной этики это основа вообще в принципе нашей жизни это правило принципы с которыми мы договорились и живем всей дружной семьей самбери вот у нас получается такая великолепная история сколько нужно знать всего для того чтобы клиент клиент в итоге был доволен до нас достаточно большое количество сотрудников которые работают более четырех лет в компании директора с опытом работы от менеджеров до сейчас директоров и вроде бы казалось все знают все процессы ну что же такое вот вы знаете все как делать но оказывается нет каждый понимает по-своему да и когда я пришла к должен на должность директора формата я задала себе вопрос а как же с ними договориться об этих правилах ну и правило необходимо было изложить соответственно здесь сплоченный результат ко всей команды то есть все департаменты потрудились а команда которая писала эту книгу да то есть мы собрали все технологии и положили их вот в мини инструкцию ну и под этими инструкциями мини инструкции сложно назвать я когда готовилась к интервью когда я понимала что основной блок который мы будем обсуждать это операции я ради интереса посмотрела вакансии на тему операционный директор директор формата или директорного гипермаркета и знаете вот меня крайне удивило вот этот список там порядка 40 моментов которые ожидают от человека владеющего технологией создания там и управления магазина что нужно об этом знать и разбираться боже мой 40 моментов причем каждый из них это ну отдельная область знаний да казалось бы вроде бы выложить товар и продать его покупателю достаточно очень просто но магазин это конечный результат работы всей команды и команды за кулисе бэк офиса того самого которого никогда никому не видно хорошо а сейчас мы уже пойдем из кабинета директора заодно посмотрим такие еще моменты интересные вы знаете их с точки зрения закулисья и сегодня он реально в неком восторге опять нахожусь мы сейчас находимся в помещении где работает коллеги дел здесь работают менеджеры направлений а наша особенность нашей компании в том что менеджер направления у нас коммерсант это отдельный человек который ведет отдельный бизнес то есть у нас овощной отдел или направлении овощи фрукты у него есть менеджер направлений такой так директор магазинчика своего то есть это такой подход предпринимательства да сейчас мы находимся в пространстве уже там часть людей разбежались по верима в торговый зал чтобы что-то там конкретно делать я так предполагаю по крайней мере я видела больше а больше то есть большая часть здесь места пустые то есть здесь уже то есть есть определенный тайминг здесь есть время в которой сотрудник занимается работой и я хочу сказать что то есть раньше здесь было очень плотно то есть но фактически даже мы можем видеть отметки да у нас было вот здесь маленькая дорожка это все были компьютеры и масса количества людей то есть прям сейчас стандартный процесс для многих распечатка очередного ценника печать ценников тоже автоматизирована раньше необходимо было находиться возле компьютера то есть мы видим сейчас нет человека ценник печатает соответственно вот одно из тоже из технологий которые позволяют нам больше находиться в торговом зале потому что основная цель любого театрала быть на сцене то есть но театр не может быть без актера на сцене окна в коммерческом отделе очень цены потому что вот когда ты работаешь тебе ну важно порой взглянуть а как же там происходит да ты можешь взглядом все-таки посмотреть проект над которым мы командой работали получилось так что невозможно было сделать окон это раз а второе еще и посередине коммерческого отдела был поставлен на техническое помещение мы сделали так сказать капитанский мостик это вообще просто вот наша гордость то что вообще можно в принципе выйти посмотреть понаблюдать очень важно наблюдать за покупателем действительно здесь вот это слово дирижер она отрабатывается в полной мере так капитанский мостик дирижер то все такое управление очень много про управление в первую очередь сколько человек вообще в команде которую сети да формате гипермаркет у меня порядка 4800 сотрудников управление сетью строится не многочисленным штатам это я у меня три руководителя по территории директор по операционным процессам и руководитель по сервису управление полочным планограммированием это вот то что сейчас мы внедряем увязываем потому что планограмма это тоже очень хороший ресурс соблюдение стандартов требований вы не перестали бы не меняется пространство не меняете категорию мы меняем категории но теперь достаточно редко то есть решение это должно быть обдумано если раньше это было вот на откуп магазина отдана на решение то сейчас по централизованная функция соответственно магазин если хочет что-то изменить он выносит на обсуждение с коммерческой стороны смотрим есть ли в этом зерно смотрим со стороны дерева покупательских решений есть ли правильность принятия решений для покупателя и делаем изменения ну мы сейчас пойдем уже в магазин например пройдем в магазин как раз увидим тот путь классический который проходят ваши сотрудники для того чтобы выйти туда путь сотрудника от проходной мы пройдем там уже насколько видела учебный центр да здесь учебный класс при каждом магазине у нас есть учебный класс у нас менеджера директора руководители все являются тренерами это обязательства необходимость руководитель всегда должен учить и у нас есть корпоративные программы есть программы вне корпоративных обучений вот поэтому обязательно место и пространство где нужно проходить обучение я когда иду по коридорам я не могу мимо проходить плакатов потому что они все нужно для чего-то сделано вот мы ценим ваши идеи в лучшем газе вместе привычная и давно работающая до привычное давно работающая емпес все мы замеряем счастье сотрудника для нас очень важно комфорт работы потому что когда комфортно организованно работают сотрудник эффективный у нас централизованный отдел автоматизации обслуживает наша группа компаний но при этом то есть несмотря если вдруг сменится там сотрудник что они курирует курсирует по магазинам всегда есть контактные данные опять-таки сервис для себя внутри да то есть для клиента сервис для внешнего клиента сервис для внутреннего клиента голос внутреннего клиента мы тоже замеряем то есть сервисность друг другу у нас есть в подписи голос внутреннего клиента и каждый может оставить отзыв о тебе И вот уже менеджер направления пошел. Кассиры у нас делятся, есть нормирование, да, то есть мы говорим, что норма 1200 артикулов пробивать, это вот вообще, то есть ты пришел базово, ты можешь находиться на норме ниже, если ты пришел как стажер, да, то есть ты учишься. И далее коллеги... Это кто-то кассиров сейчас работает у вас на постоянном магазине. Да, и, соответственно, далее сотрудники двигаются, видят свой уровень друг у друга, спрашивают для того, чтобы мы более быстро обслужили покупателей, потому что это сейчас касаемо, что касается времени, это очень важно для покупателей. А сколько лет вы работаете в системе Сандерик, в такой системе? 14. Ух, 14 лет. Что начиналось? Мой путь начинался с контролера управления. Есть такая должность, контролер управления, это финансовый директор, можно сказать, магазина, да, это тот, кто помогает управлять директору, подсказывает в определенный период времени. Вообще работать в компании, группа компании «Невада», это было очень гордо, туда стремились, нужно было пройти ряд там собеседований, отборов. В тот момент, в тот момент, 2008 год. Я вот хотела бы рассказать, что у нас действует программа, ей 8 лет, искренний сервис, и это программа, которая зародилась совместно с Максимом Недякиным, и не у всех она приживается, ее нужно прямо ее принять и полюбить. Но, видимо, так наша семья Сандери, она зашла очень. Суть программы в том, что у нас есть конкурсы, ежемесячные конкурсы между магазинами, между командами. Это подстегивает их коммерческий дух, возможность бороться. Ну и, конечно же, это искренний сервис больше, чем достаточно. Мы делимся всегда историями, да. Сотрудники делают определенные действия, которые направлены для помощи клиенту. Вопрос корпоративных игр. Они сотрудник, культура внутренняя, она нужна сотрудникам. Им нужно всегда быть, помимо того, что просто работать, какое-то развлечение. И мы второй год подряд изменили подход по корпоративным играм. Организовали «Энкаунтер» второй год. Играем вот в этом году у нас был «Гарри Поттер. Магия. Продаж». Играет она по всем городам присутствия «Самбери». Регистрируются команды, и мы онлайн играем. Тренд на геймификацию, да. Я вижу, что здесь наши цели изменения результаты. Я вижу, что обучение более 200 проходит не вовремя. Касаемо обучения, да, мы внедрили подход работы с ветофором, чтобы он был понятный. Конкретно цифры и простые, да, просто цифры сразу. То есть кто не проходит своевременно, кто с задержкой, кто проходит своевременно. Ну, вот есть расписание тренингов, поэтому учебный класс, я думаю, что расписан. Вы чувствуете, да? Каждое пространство, которое можно занять полезной информацией для сотрудников, оно наполняется ровно потому, что по пути исследования, а здесь немало идут трафик, именно коллег в столовую, там еще куда-то, соответственно, они, конечно, должны это увидеть, напомнить о себе, вспомнить, что надо заниматься саморазвитием. Отлично, все-таки идем вниз. Путь сотрудника доходит до выхода в торговый зал, и здесь начинается наше основное действие, да? Да, это рулон наш сцена. Да, да, да. Наша сцена, и, соответственно, да, доброе утро. Смотрите, время половина 12-го, это... Сегодня у нас вторник. Вы знаете, народу много. Я понимаю, что, наверное, выходные здесь творится, чтобы нам даже, наверное, было бы неудобно идти. Ну, выходные здесь 10-12 тысяч покупателей, вот. Но, тем не менее, это магазин, это первый в трафике магазин вообще. Но как-то вот распределяется покупатель, широкие аллеи, которые позволяют все-таки находиться спокойно покупателю у полки, между ними пройти... Как минимум, где в корзине, в тележке, даже и свободнее, даже. Ну, основной момент, который я смотрю, директор смотрит, основные правила, это товар, наличие товара, подход к товару, возможность подойти... Специально для вас мы подготовили интересный... Да, в неработающем магазине. Всего раз выгодно вы можете приобрести. А это нейромаркетинг? Да. Ну, скажем, да, один из... Да, то есть на голос... Кто аудиалы, да, для них очень важно. О, то есть вот в специальном штатам 99. Кто-то визуал, кто-то аудиал. За нами. Спасибо за покупку. Именно в этом месте большинство людей выходят из торгового центра. И, соответственно, я вижу, что здесь не один вход в торговый центр. Мы в самый популярный, да, сейчас как бы вошли. Да, мы в основной покупатель заходит здесь, проходит в сторону входа. Либо с торгового центра, если он совершает покупку. Доля покупателей с торгового центра порядка 15%. Кто покупатель? Покупатель, который все-таки приезжает, или те, кто рядышком живут? Здесь порядка 10% покупателя приезжают специально, потому что, ну, вот таких крупных торговых, таких торговых магазинов, ну, наверное, три у нас, вот, крупных в Хабаровске взять, которые по себе похожи на, где можно сделать комплексную покупку. Ну, и то, этот магазин, он уникальный. Это магазин, которому 10 лет, и в этом магазине мы тогда уже 10 лет назад реализовали там, европейскую пекарню, да? Да, это просто. Мы сделали ставку на производство. То есть у нас сильное, сильное здесь производство, собственно, при гипермаркете. У нас здесь суши-точка, у нас здесь стейк-хаус, у нас здесь кафетерий, который мы впервые тогда открывали, отдавая свое торговое пространство под кафетерий. Тогда это было вообще уникальным. Знаете, вот этот говорящий магазин, тут любая поверхность должна работать. У нас тогда европейская пекарня в Цандере. Да, здесь ставка на натуральность. Здесь нет хлебов из смесей. Здесь все готовится только на натуральном сырье. Отдельная закваска, отдельная мука. Отдельная особенность, подмечу здесь, для меня непривычная, но, видимо, это... На хождение, да? Да, вынужденная мера, потому что мне-то кажется, что здесь вообще если 10 литров, то, конечно, лучше, чтобы здесь и было. Это не вынужденная мера. Мера – это вот наше открытие, наверное. Вернее, как? Не было бы счастья, да несчастье помогло. В один из периодов, когда у всех бывают перистоки, один из магазинов выставил за приказку по лету. Ну и чтобы она просто не стояла, поставил цени. И это дело очень прижилось. Мы специально проходим длинный путь входа в магазин для того, чтобы, ну, скажем, успеть часть галереи посмотреть. То есть все еще сопутствующие истории, которые у вас есть, арендатор, да? Да, корнеры – это обязательно. То есть у нас есть по модному названию CVP наборные определенные корнеры, да? То есть мы обязательно ставим для сервиса покупателя химчистку, ремонт, например, обуви, да? Там вот такого порядка сотовые операторы, оплата, вот банкоматы. То, что будет дополнить. Как воспользоваться тележкой? Вся история, большое количество тележек там. Помимо этого мы еще в зале… Мы увидимся, да, корзинки. То есть тележка для ваших питомцев. То есть вы тоже такое сделали? Я такое уже начинаю регулярно видеть в магазинах, посмотрите. Да, мы как бы, ну, долго на это решались. Потому что, оказывается, нет запретов. А в принципе в России, да, у нас все это запрещено, нельзя. Вот. Переживали о том, как вообще встретят по-разному, бурно и с осуждением кто-то, да? Но действительно, то есть мы понимали, что мы теряем покупателя, тот, который идет с собакой, который может ее взять под мышку и забежать там возле дома. А ему так бы хотелось бы здесь. Вот теперь это… Ну, на самом деле, у меня тоже, я тоже такой противник, честно скажу, собак в магазинах. Но в первую очередь я противник того, что в обычную тележку, в которой также я потом кладу продукты, находятся животные. Здесь сделано. То есть если вы такой сервис хотите создавать, то, наверное, нужно технологию того, чтобы другим покупателям было не менее комфортно, да, продумывать. Потому что когда мы даже вот эту вроде как важную категорию не хотим упустить, но мы можем получить негатив именно такой большой, не менее важной аудитории, которая здесь. Так что с этим надо просто работать и прорабатывать правильно. Мы должны понимать, что мы в магазине конкретной сети, и в данном случае нас сразу встречает, кстати, Санбери Косметикс. Да, Санбери Косметикс тоже. Это везде так или только здесь? Нет, это в определенном формате, в большом формате магазинов. Здесь мы сейчас косметика, потом у нее пойдет домашняя одежда, потом пойдет уход. Ну, когда мы начинали, конечно, мы пользовались опытом коллег-специалистов, да, и здесь очень важно и обучение, да, другой подход, другой внешний вид. То есть у нас сотрудник здесь отличается по внешнему виду. Другой подход к оформлению, да, позиционированию товара и так далее. Поэтому, да, ну и следующая зона, то есть выделена, это зона детства, да, то есть мы ее выделили здесь отдельно, она с детской комнатой, где можно было оставить ребенка, да, сейчас в том числе, и он там подождет вас. То есть там детская комната работает? Да, там детская комната работает. Вы знаете, вот опять, вот мы сейчас идем, и нас пол ведет, разграничивая один зал, как бы одну часть магазина от другой. Здорово, когда есть такая возможность, и в последнее время я все меньше и меньше вижу таких реализаций. И я понимаю, что для вас, как операционистов, которые там чуть-чуть подвинуть, уже сложнее бывает, да, потому что, ну, вы привязаны к этому пространству. Но тем важнее разрабатывать крупные магазины с очень серьезным прицелом на развитие. Угадывать, угадывать какие-то вещи. Но не менее важно понимать, что они создают все равно то необходимое впечатление, где мы находимся и что мы должны увидеть. Но вот на самом деле в свое время, несколько лет назад, когда я увидела вот такое оформление детской категории, я была очень впечатлена. И я вам могу сказать, что и сейчас, не во всех магазинах мы можем увидеть такое активное представление какой-то конкретной категории, которая в итоге притягивает, например, целевую, которая влияет в итоге на продажи, да, например, детскую тему. Давайте попробуем посмотреть дальше. Я вижу, что здесь же крепкий алкоголь, да, зона пати, она у нас так как бы алкоголь, все, что к празднику. Пати, да, пати. А у нас он прям так и был, все, что для вечериночки. Да, слушайте, мы забрали. Я, вы знаете, что хочу отметить? Мы привыкли, что в магазинах у нас желтые ценники. Ну, желтые карточки, у вас зеленые. Я вижу, акция у вас оранжевая. Оранжевая. У вас желтого нет? У нас нет желтого. У нас нет желтого. Ну, как-то вот так получилось, что мы привезли, решили, что у нас будет оранжевый цвет акции, да. Сейчас идет изменение позиционирования по стопперам, да, потому что мы реализовали программу лояльности, и, соответственно, скидки по карте и заменились. Ну, надо было выбрать, и мы выбрали зеленый. Мы хотели отмечаться. Но сейчас решили, что все-таки мы сделаем единое оформление, и не будет у нас отдельно оранжевого, отдельно зеленого, чтобы покупателя, да, не путать. И мы делали опрос. Какой же цвет воспринимается покупателем как акционный? Желтый. Ну, да. Ну, на самом деле, немало информации постоянно утвердится со всех экранов и коммуникаций. Мы понимаем, что это прививается людям, потому что иногда тренд не хочет соответствовать. Да, но хотя вот мы долгое время были в другом цвете, и уже можно было бы сказать, что так как мы там занимаем лидирующую позицию, что оранжевый – оранжевый, но покупатель отвечает, что ты желтый. Да. Уж, Коля, мы сейчас смотрим здесь, мы видим эксклюзивно в Самбере, то есть специальные стоперы, которые позволяют нам увидеть еще какие-то подсказки. А какие еще подсказки мы можем с вами… Товар в пути. Товар в пути, да, то есть что этого товара нет. То есть когда покупатель знает. Ценник есть, то есть мы не убираем ценник, да, мы говорим о том, что мы ожидаем, товар будет в пути. А вот это, это не настоящая? Это вот бьянка бела-сухая. Нет, это вот эта позиция, да, красное сухое, товар в пути. Угу, угу, понятно. Вот. Ну, то есть для того покупателя, который разговаривает. Сзади мы видим свежее пиво. Это ваши, как бы, это вы продаете или это арендатор? Это мы продаем. У нас нет арендаторов. Вы все категории делаете сами. Вы сами, да? Угу. Это особенность. Сейчас мы увидим ореховую лавку, да, если кто-то повторяет и делает субаренды, потому что это очень сложно. Мы шли к охлажденному мясу при учении, вообще, к восстановлению этой категории. Мы шли, наверное, лет 5-7. И только тогда у нас родился там мясной дворик, да. Рыбная бухта, вот у нас второй год, она шагает у нас по нашим магазинам, да. По нашим магазинам, да. Это тоже сложно делать самим. Но это наше преимущество. В субаренде, конечно, по-другому. Да. Ну, это, знаете, коллаборации с поставщиками где-то дают явные плюсы, ну, и не менее сложно с ними работать. Ну, у каждого свои задачи. Здесь уже мы наблюдаем. Один из примеров, когда компания справилась. Давайте мы сейчас посмотрим. Вы знаете, мы сейчас заходим в достаточно большую, опять же, зону фруктов, овощей. Зона натура, она у нас называется. Зона натура. Ну, да, все, что с земли, да, то есть зона натура. Ну, это аиф, как у всех стандартно, да. Но здесь мы просто совмещаем овощи, фрукты, консервированные овощи, фрукты, да, и специи. Зона био-веган здесь же, да? Нет, здесь не выделена пока эта зона, вот именно в этом пока магазине. Но предполагается, да, конечно же, она в зоне натура. Мы на самом деле находимся в тот момент, когда магазин уже потихонечку готовится к реновации, насколько я понимаю. Да, магазин будет в следующем году претерпевать свои изменения, так как магазин трафиковый, соответственно, мы думаем, чем же удивить, еще и не навредить, естественно. То есть нам нужно получить повышенный результат, вот, поэтому... Ребят, как можно красиво выложить речку? Боже! Я все время про картинку, которая возбуждает покупателя брать больше, с одной стороны, но вот этот баланс, конечно, надо сохранить, но вот это обилие, да? Да, но мы еще пришли, вот уже организованная ореховая лавка, да, это вот одно из новых того, что мы там сделали самостоятельно. Ну, и мы вернемся, наверное, в ту сторону, в Крымной бухте, но я бы хотела рассказать о том, с чего начиналось, и вот оно сейчас здесь остается, пока будет претерпевать, конечно, изменения. Это зона стейкауса. Зона, которая влетела просто в рейтинги самых высоких в нашей компании. Здесь можно позавтракать, здесь можно в обед перекусить, здесь все быстро, здесь выгодно. Зона стейкауса, она начиналась с того, что здесь стейк можно купить спокойно, там, начиналось за 90 рублей, понятно, 10 лет назад, сейчас 320. За 320 рублей хороший стейк, хороший стейк вы, ну, то есть, нигде не купите, а стейк из лосося, то есть, просто нежнейшего, вкуснейшего, свежего лосося, вы не приобретете за такую цену нигде. Вот, поэтому вот здесь на ваших глазах открытая open-кухня, да, то есть, это тоже новшество было здесь и сейчас. 10 лет назад? 10 лет назад. Не, ну, просто понимая, что очень многие вещи связаны с открытой кухней, только сейчас начинают реализовывать части магазинов, тем, знаете, можно поудивляться смелости, потому что, когда покупатель еще не готов, и вы фактически создавали этого покупателя? Да, мы создавали этот тренд, приучали покупателя, и реакции, как бы, могли быть разные, да, вот, ну, и далее мы все проходили, более открытие, открытие делали кухню свою, да, выносили вот сюда пельменную лавку, ее не было здесь, естественно, при открытии, то есть, она появилась, вот, наверное, года два ей, как она есть, здесь же на глазах, сформируя доверие покупателя, что здесь вот можно приобретать. Здесь я хочу отметить два момента. Первый момент, когда приходится что-то вводить в магазин, приходится чем-то или жертвовать, или это или удобство, или логика, или какой-то дизайн, здесь я это наблюдаю, но оно не мешает. Вот, смотрите, ну, вот, в первую очередь я хочу обратить внимание на то, как замечательным образом выделена вся эта категория, здесь заморозка или это... Вы посмотрите, какая навигация, то есть, вот, не пожалели стопперов, не пожалели подсказок, сделали цветную, яркую, заметную, прокоммуницировали дважды, то есть, и там, и здесь, таким образом, ну, очень сложно, ну, скажем так, упустить возможность купить. И, кстати говоря, вот мне очень быстро рассортировать даже, вот, если на место. Наверное, да. Если положить на место. Да? Ну, почему нет? Сделайте выкладку, и, то есть, несмотря на то, что этикетка основная одинаковая, естественно, нужно было чем-то выделить. А есть ключи приобретения продукта, вот. Ну, вот здесь есть некоторый вот этот сумбур, который появляется ровно почему, рядышком, большой отдел сосисок, который, скорее всего, и поделился частью площади, да? Весы для сосисок, они здесь. Здесь есть сумбур сочесочная начинка и весы для сосисок, да? Ну, еще раз повторяю, что это вот тот момент, когда ты не можешь все предусмотреть, когда приходится, да, важным образом. Я уверена, что весы поставили позже, потому что их нужно было поставить. И, конечно, после этого вот такой некий сумбур случился. Но это рабочий магазин, и эти все вещи точно будут учтены в момент реновации. Да. Сколько навигаций? Самый большой театр, наверное, да, колбасно-сырный театр. Здесь все происходит на глазах фасовка, подготовка покупателей, да, чтобы вызывало больше доверия. Поэтому, если здесь мы просто выложили в ночь, подготовили, да, то есть ночная выкладка, то здесь, конечно, все действие здесь и сейчас. Чуть-чуть развернемся, мы пошли не по пути покупателя, а в обход, да, не через овощей. Там потому, что очень много народу, и было идти невозможно. Мы уже мешаем здесь покупателям, поэтому, да, мы немножко вот взбиваемся сами себе. Мясо, слушайте, ну, Борис, чем до рыбы дойдем, я чувствую, мимо мяса-то не пройти. Мы уже видели такой огромный колбасный отдел. Ну, посмотрите, как наше производство открыто для вас. Да, тоже момент, который мы, ну, то есть вот здесь эту зону изменяли, да, сам мясной отдел, да, его изменяли. Он был в классических закрытых витринах, его здесь изменяли. То есть полного реконцепта магазина не было, но зоны, ну, их вообще магазин нужно каждый год что-то приносить, да. Обновлять. Поэтому, вот, мы дружим с Добрянкой. И вот так тоже смотрел видео на нашем сайте, да, да, у нас есть уже видео из нашей ритейл-экспедиции, когда мы посмотрели коллег из Добрянки, взглянули в их магазин, и, конечно, это одно из самых ярких впечатлений нашего российского ритейла, потому что все, кто занимается развитием магазинов, обязательно должны посмотреть. И, как минимум, я говорю о том, что 4 часа вашей жизни, если вы находитесь в Новосибирске, инвестировать в ваше развитие, побывав в этом магазине точно. Отличный формат, мы с ними дружим, мы с ними закупаемся, берем их в производство, потому что действительно уникально. Делать только для своего формата это сложно, вот, но мы хотим сибирским качеством порадовать наших покупателей, и создаем такую уникальность. Ну и вот тоже недавно рыбная лавка, да, мы организовали, тоже еще доделывается, здесь аквариум придет, да. Ну вот такой вот никогда на Дальнем Востоке не было охлажденной рыбы, или вообще рыбы в подготовленном варианте. Мы всегда ездили в Москву, восхищались, потому что там это было все представлено. Долго шли к этому проекту, вот, под руководством Сергея Дробышева, руководителя департамента торговли направления рыба. Мы взялись и вот вместе командами начали реализовывать. В каждом магазине теперь мы делаем рыбную букну, потихоньку-потихоньку идем, осваиваем, давая возможность дальневосточникам приобретать вкусную рыбу. Ой, вот это отдельный момент. В том числе и сакалина, индивидуальные штучные заморозки. Вот. Вы знаете, это, да, отдельный момент, про рыбу мы говорим практически в каждом магазине. Здесь, смотрите, еще постоянный разговор с покупателем, не только с помощью продавца-консультанции или просто продавца. Здесь свежая рыба авиадоставкой, то есть подсказка, как она доставляется. То есть все как бы по рассказу про тот сервис, который вы создаете. Ассортимент, логистика, сервис, приготовление продуктов 167 сегментов, боже. Вы знаете, что, наверное, я сейчас вот в таком объеме информации вижу первый раз в магазинах. Пирот подглядывает. Да, мы, ну, то есть в планах, конечно, если говорить о затратности, то есть сейчас бумажки не все хранят, да, соответственно, в планах через QR-код сделать доступ, обновление, встроить это в программу лояльности в том числе, сделать клуб, где может покупатель подбирать рецепты, напоминать. Ну, я здесь могу увидеть следующее. Я считаю, что вот это решение весьма и весьма полезное, потому что, вот знаете, я сейчас человек, который полностью в интернете, да, если мы говорим про наш сайт и прочее. Но физическое присутствие каких-то вещей, которые можно потрогать, вот в вашей стилистике. А еще есть возможность, представьте, вот это же все и возможность выберите ваш рецепт, да, то есть там... Конечно, плюс ко всему все-таки напоминание о том, что это с амбири, естественно, дома, когда ты стоишь на своей кухне теплой с нашим вкусным стейком, с нашей сковородочкой, с нашим маслицем. Да, кстати, к вопросу о нашем. Мы не заглянули в СТМ. Да, мы не заглянули в СТМ, СТМ у нас присутствует в нескольких марках. Ну, давайте вот Бакалею зайдем, здесь мы, наверное, посмотрим. По-короткому. И, да, мы сейчас посмотрим Бакалею, посмотрим, вообще, сколько СТМ сейчас в части СКЮ в ассортименте. Я уже прям так вот на скидку не скажу, порядка тысячи с лишним СКЮ. И у нас разные бренды присутствуют, да, вот наша марка с амбири, да, там наша марка с амбири, да, и лучшая цена «Добрый день», это первая цена, да, то есть «Добрый день». Опять обращаем внимание, значит, выделение, наша марка улучшит цена, привлечение, соответственно, к той категории, на которой вы максимально зарабатываете, это хорошо. И, знаете, вот если мы говорим про необходимость создания вот трафика, создания внимания покупателя, то у вас, конечно, много стоперов и вот этих оформительских блоков именно вот по «Добрый день». Я увидела на входе указ, кассы, ворота, то есть мы позиционируем о том, что можно здесь экономить, да, у нас есть, несмотря не только на СТМ, да, то есть мы покупателю помогаем совершать его покупку в его бюджет, да, у нас есть определенный набор промо-предложений, вернее, не промо-постоянных цен, не промо-предложений, а низкая цена каждый день. То есть мы подбираем общую корзину покупателю, которую он может закрыть. Здравствуйте. Новосибирск она, да, Алтай. Хорошая тушенка. Я поняла, а срубки-то? 18-й год, и у нее там, у нее... Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. 5 лет с даты изготовления. 23-й год скачания. Так написано, я впервые вижу 5 лет словами. Это к вопросу... Да, иногда, иногда, кстати, вот к вопросу о производителях, мы практически сегодня не говорим про производителей, но иногда вот такие вещи, мы сейчас очень долго разглядывали упаковку товара, чтобы увидеть, сколько лет хранится товар. То есть, действительно, иногда, когда люди 5 заменяют на 5... Словом. Словом. И ты быстро не можешь... Взрыв мозга. Вот к вопросу о мелочах, а ведь покупательстве крайне трудно увидеть мелкий шрифт, а нам даже, людям, которые там нормально видят цифры, то есть ты видишь, что там цифры... Вот тебе и нейромаркетинг. Да. Да, мы неоднократно запоминаем это, потому что буквально несколько дней назад мы совместно слушали большое выступление Ирины Борисовой на нашей конференции, которая проходила в Хабаровске, и отдельно было приятно увидеть большой интерес к этой теме, потому что он важный. И это важно, как можно больше продавать такими средствами, которые не очевидны некоторых историй. Да, продавать, привязывать к пониманию бренда, забота мне понравилась, так как, конечно же, у нас искренний сервис, мне блок заботы понравился, откликнулся. Ну и уже мы записали. Это замечательно. Приедете, в следующий раз мы сделаем. Отлично. Я на самом деле не зря здесь остановилась, Азия рядом. Вот этот отдел, его пришлось добавлять или он у вас всегда был? Нет, этот отдел пришлось добавлять, в принципе, это особенность Дальнего Востока, да, азиатские товары, поэтому покупатель ищет. Я вот увидела, мне интересно сейчас, например, здесь. Да, такой микс получается своеобразный. Мне интересно, то есть, ну, то есть, это привезли, интересно, уже эта полка вообще должна быть, да, Беларусь, действительно? Я прямо сейчас только что увидела, думаю. Ну, вот так и получается, что иногда удивляешься тому, откуда приходят товары. Азиатские. Да, азиатские. Ну, я могу сказать, что действительно в центральной полосе, в Сибири, практически во всех уже регионах у нас появляются вот эти полки, потому как появляется тот прокачанный покупатель, которому это нужно, и он уже входит в постоянный рацион питания, и они уже ищут такие дела. Ну, это одно, а еще второе, это мы сейчас не бываем за границей, и важно очень. То есть, я, например, заметила, в Москве сейчас больше там итальянского, итальянской полкой специально выделены, там, перекрестки, там, субарендаторы перед стоят, да, потому что люди меньше путешествуют, естественно, скучают, им необходима поддержка того вкуса, чтобы они были в менее спросовой ситуации, поэтому в том числе и для этого. Ну что ж, мы опять в местной лавке, давайте чуть-чуть навигации, то есть мы находимся в самой дальней части, получается, торгового центра, мы вот так прошли круг, заглянули во фрукты, овощи, заглянули в рыбную лавку, прошли там, где у нас станции, есть готовые еды, которые при нас готовят, и сейчас мы уже посмотрим собственное производство. Да, собственное производство, да, забота о времени, да, мы делаем полуфабрикаты, мы изготавливаем здесь нарезку, преднарезку, да, ну то есть это вот, это красота. Да, я пользуюсь всегда собственным производством, я экономлю время, я знаю, что нашему производству можно доверять, это натурально, это вкусно, и самое главное, это быстро. Очень красиво, очень нарядно, и действительно, самому столько времени на это нужно потратить, а здесь фактически шеф-поварской такой подход ресторанного характера. Ну я так понимаю, что у вас вообще люди гурманы, потому что побывав еще в одной из небольших сетей, так как гастромаркет, березка, по-моему, да, ой, здесь понятно, что люди идут, им нужна вот такая интересная еда, которая необычная, ну как, не то чтобы необычная, а да, ресторанного уровня, но по базовой цене, да, относительно? Да, это, наверное, характер Хабаровска, потому что недостаточно хорики, не такая большая доля хорики, хороших там ресторанов, большого количества, куда можно пройти, поэтому, ну, вот... Мы не смогли подойти к витрине, и это вау, это вопрос о том, какое внимание покупатель именно к этому отделу, здесь очередь. Мы не будем мешать покупателям, покажем вам уже просто картинку, ну, на самом деле, я вижу блины, я вижу торты ваши, тортики наши, здесь все собственное производство, здесь все собственного производства. Такая интересная вещь. Фенце, да, такие, особенность Дальнего Востока, да? Угу, да. Капаны, Фенце. Это чуть-чуть появилось в какой-то момент в Москве, но не в магазинах, то есть это больше такие станции, ну, кафе и уличная еда. Уличная такая еда, да, вот это очень мало. У нас тоже это имело развитие в свое время, наверное, в 90-е, это уличная еда, масса, количество точек, потом исчезла, и вот мы решили вспомнить этот вкус и у молодежи, и даже у взрослого населения, пользуясь со спросом, потому что можно сказать, что это диетическое, потому что на пару. Ну да, на пару. Да, как пару. Очень много еды быстрого доступа. Да, здесь, если мы говорим, здесь покупателю можно выбрать то, что ты хочешь отрезать, да, то здесь уже для быстрого покупателя, тот, который торопится, подготовлено. Вот здесь наши все десерты, морсики, фастфуд, все очень вкусно, аппетитно. Да, худеть тут невозможно, это факт. Ну вот наша кафетерия, вот сейчас как раз немножко освободилась, давайте подойдем. Давайте мы подойдем к витрине. Здесь, конечно, классическая уже готовая кулинария, да, основная, то есть часть идет там с фабрики кухни. Это все здесь доготовка, то есть большое количество... О, здравствуйте. Здравствуйте, 120-130 человек работают. Да, на производстве здесь... Кстати, вы заметили, вы заметили, буквально с каждым человеком. Марина здесь уже как директор не работает сколько? Ну, лет, наверное, 7 лет. На второй год от работы магазина мне назначили директором дивизионально. А вот из тех 5 тысяч человек, которые сейчас по твоим управлением, сколько ты людей знаешь лично? Ну, смотрите, весь менеджерский состав, то есть однозначно, это порядка у нас 300-400 человек, плюс директорский состав, естественно. Но вообще многих сотрудников я знаю в лицо, то есть приезжая, я всегда просто общаюсь с сотрудником, если что-то нужно скорректировать, я... Ну, наверное, меня тоже в лицо все знают. Ну, да, ну, да, конечно, вообще. Ну, да, да. Вот, здесь я очень рада этому магазину и благодарю директоров, которые после меня уже принимали эстафету и сохраняют тот костяк, который работал 10 лет назад. Вот 27 декабря мы будем праздновать 10 лет работы этому магазину, и мне радостно видеть те самые лица, которые улыбаются, видят меня. То есть стабильность коллектива – это очень важно. Сколько... То есть здесь по 10 лет леди работают? Это, конечно... Мы, конечно, узнаем, сколько конкретно точно, но вот я по ощущениям вот смотрю, то есть кого я знаю, с теми, с кем мы открывали, ну, процентов 30 точно есть. Ну, продолжая уже опять возвращаться к теме собственного производства, продолжается здесь такая же история. Здесь вкусные торты, пирожные, кладем начинку, кладываем в душу, здесь вам всегда рады. Иллюстрации, оговорения – это всегда важно. Очень важно, чтобы была проявленность. Отдельный момент, что мы здесь видим – кафе. Кафе, которое работает, и, соответственно, люди могут здесь вкусный чай заказать. Так, кофе-стоп, здесь можно перекусить сладким, да, здесь кофе, здесь чай. Вот мы долго там... Вообще сразу в проекте было две точки, то есть зона стейхаус, да, мы видим это там, где можно полноценно покушать. Да, там такая прям большая зона. Да, завтрак, обед, ну, а здесь вот чисто вот перекус такой. Я хочу кофе, хочу где-то встретиться быстро с кем-либо, с знакомых, отдохнуть. Просто магазин большой, просто отдохнуть по пути, потому что к этому моменту уже хочется есть точно из всех ароматов. Классическая бабушка с чесноком, которую, ну, невозможно буквально пройти у нее отдельно. Кстати, вы знаете, вот именно в этом месте ты действительно находишься как бы в уличном пространстве, где постоянно тебе с разных сторон подказывают, что же нужно съесть для того, чтобы ты по-любому отсюда не вышел голодным. Да, сами печем сладкие пончики, боже мой. Сами готовим плов, сами печем, то есть мы везде говорим о том, что мы это делаем. Очень большое производство на виду, и это отдельный момент, который, конечно, нельзя не подчеркнуть. Вот то, что можно сделать на показ, делается на показ. Кстати, в этом плане не вся еда упакованная, то есть, ну, в смысле в том, что вы имеете возможность дать людям взять, ну, сам, ну, как запах, почувствовать хлеба, булочки. Да, потрясающе. Мини-пирожковый дворик наш, то есть, точное желание покупателя взять классические русские пироги и пирожки, да, то есть мы как и пироги представляем, так и пирожки. Ну, вот очень дополнительной выкладки хлеба вы сделали много, ровно потому как не хватает обычных полок? Нет, помимо того, что не хватает обычных полок, здесь свой ассортимент рассчитан, здесь конкретно позиционирование хлеба, здесь супер цена, то есть такой цены... 4 рубля за булочку. Такой цены в городе, то есть батон за 12 рублей, это удовлетворение потребностей, мы говорим покупателю о том, что здесь можно приобрести по лучшей цене. Можно я еще к одному моменту технологии обращу внимание, когда есть дополнительное пространство, куда можно убрать и выбросить что-то, что по пути не нужно стало. Это, знаете, тоже, вот если мы говорим про технологию чистоты, создания чистоты, иногда просто надо элементарно дать возможность человеку это убрать. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, поэтому возможность покупателю положить что-либо, то есть, да, такие вот моменты, как... Оставьте здесь, если вам было не нужно, да, или там, если вдруг не хватает рук покупателя, то, пожалуйста, забыли взять тележку, возьмите корзинку, да? Вот, да, тоже, вот пошли сразу все вот эти подсказки, ой, прям скопом, скопом, то есть у нас здесь получается, не взяли тележку, корзинка здесь. Кстати, это весьма и весьма важно. Еще вот это сегодня 15 ноября практически, вот эту историю в центральной полосе России я практически не вижу. Или не замечая, но это для меня не свойственно не замечая. Она ушла как-то, она была в центральной России, мы точно привезли, я не помню, вот у кого-то мы подсмотрели и сделали, потому что, ну, порой правда, мы в суматохе и будни забываем, а какое сегодня и число, и как же мне сегодня на фреш-ассортименте определить, какая дата, да, поэтому это тоже очень важный момент. И уже спешим на выход, много чего мы, конечно, не посмотрели, но на самом деле, наверное, в первую очередь мне хотелось вот пройти и частично посмотреть операционные процессы, которые вам приходится каждый день делать. Вообще, Марин, вот работая столько лет в магазинах, вот уровень стресса, ты очень такая улыбчивая, дружелюбная, совершенно нет вот этих каких-то жестких вот историй, я понимаю, что наверняка как-то это появляется, да, но вот как сохранить оптимизм, особенно вот учитывая, какие постоянно вызовы сейчас появляются у вас, как у управленцев, вот столь долгое время? Ну, каким образом? Ну, во-первых, принять ситуацию, но она есть, мы ее не изменим. Можно делать два выбора, либо грустить, либо принять ее и начать что-то делать. Наш мозг устроен так, что когда мы стрессуем, мы не можем ничего думать правильно, да, то есть мы не можем принимать правильные решения. Ну, а что грустить? Хорошая работа, лучшая торговая сеть. Я с 14 лет мечтала быть в торговле. С 14 лет? С 14 лет, да, поэтому я здесь развиваюсь, двигаюсь, ну, я просто каждый день получаю кайф от своей работы, но это, наверное, самое главное, то есть приходить на работу, идти даже, вставать и идти на работу, в смысле о том, что я хочу на нее идти, да? Это, наверное, и мне, наверное, еще одна такая подсказка, это не все иногда даже задумаются. Вы же здесь видите результат труда прямо вот здесь и сейчас? Ну, да. Вот те изменения, которые вы вносите операциями, не знаю, вот там, что-то улучшит. Кстати, вы смотрите, мы опять сейчас в одном из таких непростых, на самом деле, отделов, заморозка. Здесь очень часто бардак. Я бардака здесь не вижу. Как добиться того, чтобы, условно, покупатели, беря упаковку, которая им в итоге стала не нужна, положили ее аккуратно? Ну, наверное, там, где порядок, там и не хочется делать беспорядок. Мы создаем культуру, в том числе и покупатели, то есть и они для нас открыты. Мы получаем большое количество отзывов обратной связи. То есть не каждый покупатель хочет развивать свою сеть, давая обратную связь, да? Вот, понятно, что есть и положительные, и отрицательные отзывы, тем самым развиваемся. Но, вот, наверное, все-таки это культура, в том числе и покупатели, созданная. Завершаем блог, мы смотрим магазин. Сейчас уже подходим непосредственно к кассам. Понятно, что кассы самообслуживания точно появились уже позже. Кассы самообслуживания открылись 8 лет назад. Это были первые кассы NCR-компании, да, то есть, которые уже там нет. Первые кассы на Дальнем Востоке, наверное, одни из первых в России. Следующий остров, это уже вот недавно появился, да, то есть, это первый остров. Два острова. Это первый остров ему 8 лет. А тот? А тому буквально год еще даже нет. Ой, кстати, можно я здесь опять подглядываю? Вот эти подсказки, которые я здесь вижу, это сразу появилось или это все-таки доработка? Нет, это не сразу появилось. Это вот как раз-то сейчас мы говорим о том же, как поддерживать стандарты. Как же большому количеству сотрудников сказать, что нужно вот так, да? Где-то мы немного корректируемся, когда карта там в клубе появлялась. Вау, вы видели это? Это для всех? Или вы специально как-то это заказывали? Просто у меня было представление, что это кнопочка нажимала. Да, раньше, в части магазинах старенького формата, да, есть, эта кнопочка нажимается, но вообще это стоппер автоматический для того, чтобы туда ничего не показалось. Просто для меня на самом деле неочевидная история, потому что я зачастую наблюдала, что не подъезжает, да, мне приходится перекладывать. А, то есть мы всегда думали о том, что это кто-то, гномик там сидит. Нет, у меня было, да, я думала, что это кнопочка, да. Секрет, открытие. Ну, знаете, вот неочевидные вещи, но это же все удобство, это удобство работы персонала. То есть в некоторых вещах мы понимаем, что, может быть, кто-то сэкономил на этой истории. Однозначно, то есть вот таких нюансов очень много. То есть взять, там, расположение прайс-чекера, расположение карты оплаты. Но скорость кассира достаточно очень важна, поэтому у нас есть показатели, которыми тянемся. И то есть не только за счет того, что сотрудники быстро работают, а в том числе мы анализируем процесс покупки, делаем замер, вырезаем неэффективное, добавляем. Сколько таких проектов, улучшений каждый год делается в компании? Есть ли предел совершенства? Мне кажется, предела совершенства нет. Однозначно нужно всегда двигаться, всегда искать возможности улучшения. Проект операционной эффективности, он ежегодный, постоянно. Ну, на данный момент, ну, порядка, там, сорока инициатив, которые отрабатываются, и будут реализованы в этом году. А насколько легко вот такие проекторы раскатываются на всю сеть? Ведь где-то это, очевидно, оказалось важным. Нелегко, нелегко. Сразу говорю, изменения всегда сложно принимаются, особенно крупные изменения. Ну, как пример может быть один? Как пример один, ну, например, там, печать ценников. Да, вот просто изменили подход, объясняя о том, что вот нужно, можно сделать печать. Здесь и сейчас основная проблема, неверный ценник у полки, да, у всех ритейлеров, основная боль, борьба. Вот, и для того, чтобы ценник появился здесь и сейчас, то есть изменили возможность того, что можно с терминалом сбора данных здесь выбрать товар и отправить тот же ценник на печать. Ну, или там на мобильный принтер. Ну, вот такие изменения, конечно, легко принимаются, да, но если, например, там, брать адресное хранение, то есть в таком магазине очень важно быстро найти товар для того, чтобы пополнить полку. И для того, чтобы организовать это хранение, естественно, нужно изменить свою работу. То есть не просто складировать товар, а нужно отметить, что он на полете 31b, например, да. Вот такие изменения, которые неочевидны, дают как бы усили... Самое большое сопротивление, да, Дмитрий? Большое сопротивление, то есть это вроде дополнительный труд сотруднику, который раньше я не делал, теперь я должен делать. Но потом ребята, конечно, приняли уже достаточно быстро, ну, то есть, наверное, на второй год даже. То есть не так быстро, да. Это каждый руководитель, каждый директор рассказывает, с чем ему помогло, что это помогло справиться с непродаваемыми позициями, тоже самое важное, да, в операционной эффективности магазина. И когда каждый рассказывает, о, я реализовала у себя адресное хранение, мне помогло там достичь вот этому, вот этому. Тогда ребята уже начинают подхватывать примером, примером. То есть поэтапным примером реализации поочередно в каждом магазине. Бывает, что что-то не взлетает, откатываемся, ну, такое было. Ну, то есть сделали тест, получили, тиражировали даже. Что-то не взлетает, вот сопротивление явное, то есть, ну, просто так сопротивления тоже не бывает. Соответственно, что-то не учли на этапе пилота. Ну, и очень важно, вот сегодня мы были в коммерческом отделе, мы, например, сейчас, опять-таки, по печати ценников реализуем новую инициативу, которая позволит нам обеспечивать верность ценника на полке. И мне очень важно, когда процесс делается, я всегда спрашиваю сотрудника. То есть ты прийди, мы делаем там сейчас проект, я беру прям конкретного сотрудника, рассказываю ему процесс, даю подержать, посмотреть, и тогда получаю обратную связь. Потому что мой клиент – это сотрудник. А все мы в итоге делаем так, чтобы покупателю было удобно, и магазин эффективно работал. Магазин эффективно работал, да. Вы знаете, на тему покупателей удобно, я обратила внимание, что везде стоит возможность присесть, упаковать, переупаковать вещи. Практически по всей галерее. Это всегда так было? Да, это мы сразу реализовали, да. Но потом в магазинах, то есть такие зоны, они рождались. Не во всех магазинах, в этом магазине было сразу, да. Ну, это такие опять детали, которые не очевидны, да, но мне действительно удобно, чтобы переупаковаться. Но у нас каждый магазин настолько индивидуальный, директор. То есть, если, например, директор среднего формата, в магазине среднего формата, нет возможности поставить лавочку, но зато есть возможность поставить стол, для упаковки. То есть, это делает покупатель, директор, да. Поэтому каждый смотрит за своим покупателем и делает ему удобно. Последние два вопроса. Насколько все-таки директор гипермаркета может изменять какие-то устоявшиеся вещи относительно формата, потому что он заметил, что явно покупатель здесь другой или еще что-то в таком духе? Ну, вот. Ну, касаемо ассортиментной матрицы, ассортимента или оборудования, да, операции. У нас директор – это предприниматель, это человек, который отвечает за бизнес, поэтому он полностью отвечает за пинель, да, он знает своего покупателя лучше всех, он заявляется на коммерческие проекты, которые он считает необходимы, чтобы было реализовано. Ну, то есть, одному нужен кафетерий, другому – восточная лавка, третьему – там, зона детства, да, четвертому – фокусная категория на больничное направление, да, потому что тут больница рядом. Поэтому, ну, директор может у нас сделать изменения, в принципе, во всех областях. Я не скажу, что вообще прям просто завтра раз там новая категория появилась, потому что, ну, например, завести категорию уже там в 30 гипермаркетов, она же не только в одном магазине должна появиться, но, тем не менее, есть и локальные, конкретные ответы. Ну, там, например, возьмем там территорию Благовещенска, ассортимент, да, никогда бы не думали, что в Амурской области, в Благовещенске, есть диаспора армянская. Это о том, как заходить на региональные рынки, на другие. То есть мы пришли со своим ассортиментом, пришли в территорию, и тут нас встречают, оказывается, они не едят этот продукт, они не едят этот майонез, они едят это масло. То есть они, находясь в Благовещенске, уже находятся ближе к Сибири, и они к сибирским продуктам больше приучены. Для нас было удивление, то есть торговая марка, определенная в маслах, майонезах, ну и чисто вообще просто армянская диаспора, которой нужен отдельный ассортимент. Так и подстраиваемся. Ну и в финале, сейчас у вас в общее управление сколько гипермаркетов? 30 гипермаркетов. Новые строятся или вы сейчас переходите в другую квартиру? Новые строятся. Столько? У нас в преддверии открытие скоро, и на следующий год еще одно открытие, и в разработке еще не одно. То есть два гипермаркета мы ожидаем в пополнении, в ближайший, в будущий год и в этом году. Насколько большие? Небольшие, то есть мы взяли оптимальный формат. Это один магазин, то есть самый первый вообще формат, под формат гипермаркета, это 2000 квадратов магазин, вот, наверное, то есть там как счастье, да, но будет новое что-то. Каждый магазин у нас уникальный. И еще магазин в Хабаровске. Замечательно. Ну и, наверное, себе пожелать десятилетие, как бы формата, десятилетие магазина. Ну, из сети у нас больше лет, да. Ну, для этого магазина я, конечно же, желаю найти успех в новом реконцепте, потому что мы над ним так тщательно работаем, трепетно относимся, потому что это флагман, это флагман во всем покупателях, это флагман по доходности, да, это любимый магазин. И что же еще такое сделать, чтобы не отпугнуть покупателя, но все-таки сделать такое трендовое впереди? Ох, задачка непростая. Задачка непростая, потому что то, что там делали 10 лет назад, сейчас люди делают, нам что-то нужно новое. Ну что ж, вот такое включение получилось у нас из самого крупного магазина гипермаркета, формата гипермаркета, торговой сети Самбери. Марина, большое спасибо за такой вдохновенный рассказ о тех особенностях, которые есть в этом магазине. Очень интересно было прогуляться, и я понимаю, что здесь нам можно еще часа три гулять с легкостью, вспоминая какие-то интересные моменты и подсвечивая их. Отдельное удовольствие понимать, сколько всего нужно сделать, вернее, отдельное удовольствие понимать, что та работа, которая невидимая глазу, нам в этот раз получена, и вы, соответственно, имеете возможность уже, ну, как-то посмотреть, как у вас это, да, и так ли у вас. Экспедиция ритейл продолжает смотреть магазины различных городов России, собирать такую ретроспективу российского ритейла во всех его проявлениях, и смотрите, изучайте, читайте, подписывайтесь на канал Телеграм, а также на YouTube канал, и изучайте. Всего доброго, до встречи в новых видео.